приветствую друзья на связи у нас святослав из города сумы да да привет и мы договорились сегодня пообщаться на тему компании ванкойн судя по комментариям на моем канале мнение разделились кто-то является горячим сторонником данной компании есть достаточно много критики в ее адрес вот святослав выразил желание ответить на многие вопросы и сомнения возражения и так далее ну в общем как говорится можно можно начинать для начала святослав мне кажется было бы интересно узнать как вообще познакомился с компанией ванкойн в каком году как это вообще все начиналось да смотри андрей ну собственно говоря моя история такова принципе сам я человек из традиционного бизнеса я после окончания университета закон после окончания университета открыл свое дело специальность у меня технология производства пищевых продуктов 10 лет я этим делом позанимался ввиду постоянно меняющейся ситуации с ну скажем в экономике я увидел для себя ну то что эта тема она постоянно падает и падает да когда 10 лет назад я открывал свое дело я думал что я нечто такое строю прям что-то классное надежное что меня приведут приведет большому чему-то но за время моей деятельности один обвал гривни второй обвал гривни я понял что это просто бег по кругу как хомячок да в колесике и стал присматриваться к чему-то международному вот тогда появилось множество всяких хайпа множество всяких финансовых пирамид так случилось что в одну из них я вляпался это был хеликс в украине но я там небольшими деньгами я прекрасно понимал мозгами на что я иду я понимал что это лохотрон я понимал что это в моем понимании аморально но пошел на такую сделку с совестью да я понимал что я деньги буду получать от тех людей которые их туда приносят и теряют да и на волне от этого всего я стал изучать разные способы заработка в интернете и познакомился с таким понятием как криптовалюты мое знакомство началось как раз компании ванкой на то время сейчас в онлайф называется там выделили это в отдельное сообщество ну типа как сеть то есть ванлайф это сеть а ванкойн это непосредственно сама криптовалюта сама криптомонета на сегодняшний день работаю с криптовалютами во всех как бы проявлениях этого слова то есть и майню их и торгую и инвестирую часто трейдинг превращается в инвестиции да это я думаю многие сейчас этим столкнулись секунду то есть ты еще сам и торгуешь криптовалюту есть ты трейдер ну это громко будет сказано то есть я понимаю основы трейдинга я прошел по этому делу образование учился у трейдеров реальных возможно даже окажется что это наши общие знакомые но это потом если что проясним потому что ну слышал я некоторые как бы имена возможно у нас могут быть общие знакомые сказать что я трейдер нет все таки я в трейдинге себя пробовал мы об этом тоже когда будем беседовать на тему ванкойн мы поговорим об этом трейдинге себя пробовал но у меня сложились как бы определенные выводы по этому поводу когда следует трейдить когда не следует и что это такое и какие риски чему нужно быть готовым да и какие скажем профит иксы из этого светят вот вернемся к вам лайф я тогда случайно в интернете нашел эту компанию я очень сильно ею увлекся очень сильно ею загорелся сам по себе я человек такой скажем да допустим я как бы наверное приведу один пример был я на одном блокчейн саммите в киеве у нас там выступал создатель крипто биржи украинской куна называется михаил чабанян тот он попросил поднять руки кто зашел в биткоин там до по моему шестнадцатого года и там не много было людей кто подняли руки я оказался в числе это не как же я был горд когда он сказал что вот в шестнадцатом году настоящие криптоанархисты закончились вот собственно говоря мне нравится это очень тема криптовалют я ее очень люблю потому что так сложилось в мире нашем да что если раньше но это мое субъективное понимание но она немножко как бы скажем эксцентричное и может быть слишком выраженной ну такое как бы может немножко как бы ну скажем эксцентричное да то есть если раньше в мире было рабство да то есть людей там заковывали в кандалы и там и били плетками и все такое то на сегодняшний день до мир стал гуманней но не стал менее на сегодняшний день как раз форма рабства по моему мнению это и есть наши традиционные деньги да когда нами вот так вот жестоко управляют и жестоко манипулируют и все такое даже взять мой пример да например я работал у меня был бизнес его кстати продал на сегодняшний день я решил полностью уйти из этой темы не барахтаться в локальной как бы украинской экономике в моем случае она еще более локальная то есть в радиусе там ста километров но дальше как бы ты не развернешься некоторые развернулись там через франшизы и все такое но я для себя принял решение такое что наверное я уже не ну как бы не успею забили крупный бизнес забил этот рынок и барахтаться предпринимателю там это такой как бы немножко мазохизм вот когда я допустим работал да и заходил в интернете смотрел там некоторые ребята говорят да вот я там в интернете зарабатываю там 2000 долларов но думаю ну и что что ты зарабатываешь 2000 долларов а я зарабатываю больше да и когда произошел обвал гривни с 8 гривен на 27 гривен и когда те ребята которые зарабатывали но то есть я в гривне как зарабатывал так и остался зарабатывать я увидел что нас просто так как бы опустили то но мое такое мнение к традиционным валютам что это плохо и я очень как бы верю в то что придет то время когда примером тому как вошел в нашу жизнь интернет и мы теперь можем без проблем я нахожусь в украине ты находишься в россии мы общаемся мы там что-то строим какие-то коммуникации обмениваемся информацией в режиме реального времени а ведь буквально 30 лет назад это был анриал да то есть люди писали письмо но оно шло там неделю его там спецслужбы мониторили перечитывали то есть мы не могли так коммуницировать мы получили определенную свободу в плане общения и в плане обмена информацией я надеюсь что придет время когда криптовалюты именно станут тем что принесет нам свободу в плане наших как бы финансов и еще вернусь по поводу того что допустим нот как нас опускают деньги то есть видят этого же не стало да когда допустим гривна обвалилась с восьми на двадцать семь за доллар да виде видят этого же не стала продуктивность моя ниже я не стал там меньше работать я не стал ленивым я не стал тупее и так далее но а те блага которые я могу себе позволить они стали несоразмеримо как бы другими поэтому почему я так отношусь к криптовалютам и почему собственно говоря вообще я как бы пришел в эту тему и в ванкойн в частности но я сразу подумал вот когда ты сейчас говоришь а тебе не кажется что например люди которые покупали биток допустим за пятнадцать тысяч долларов а сейчас он стоит четыре у них тоже мягко говоря капиталы уменьшили ты знаешь я как бы не думаю об этих людях я один из этих людей только все таки ну не насколько то есть у меня был биток который был куплен ранее потом он стоил очень дорого в тот момент когда мы на эту тему тоже поговорим я скажу свое понимание как работают традиционные криптовалюты и выскажу свои надежды какую позицию в этом плане может занять ванкойн если все срастется у компании я в числе этих людей и да рынок криптовалют он очень жестокий в тот момент когда вот этот безумный памп который тянулся там практически год я думал что я являюсь очевидцем того совершенно искренне верил да что я являюсь очевидцем того как мир меняется и вот он старый уходит а новый приходит но оказалось что это был просто обычный памп да вот и это говорит о том что мы видим таким образом это мы плавно так подходим немножко к теме ванкойна да в том в чем его отличие в чем его особенности мы мы видим то что криптовалюты традиционные с децентрализованным блокчейном они вряд ли смогут стать средством платежа да допустим биткоин тот же самый он скажем уже на сегодняшний день стал неким ну неким скажем индексом показателем да то есть это действительно цифровое золото ну как бы сродни тому как металлы есть ценные да пусть они там используются может в промышленности но я не думаю что их как бы ценность промышленности насколько велика насколько она велика в плане бренда да что это золото это 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 эталон так же само в свое время уже стал и я думаю это как бы утвердиться биткоин станет эталоном такого скажем цифрового актива ведь как бы альтернативы нет ну да вот да ты упомянул что познакомился с ванкойном хотел бы уточнить я думаю слушателям тоже интересно когда именно это в каком году в каком месяце ну это смотри это было это был март февраль март господи какой же это год был ну первый год когда ванкойне начали продвигать это пятнадцатый насколько я помню пятнадцатый конец наверное познакомился в начале шестнадцатого года да где то два ну вот скоро три года как я в ванкойне ну вот смотри это хорошо что ты имеешь опыт трейдинга определенный да то есть я тебе коротко ну перескажу как я с ванкойном познакомился то есть я посмотрел одно из первых интервью Ружи Игнатовой это где то была зима пятнадцатого года то есть можно сказать я ну с самого начала как бы в курсе ванкойна концепция когда Ружи Игнатова сказала что вот в нынешних криптовалютах есть проблемы их анонимность и государству естественно никакому государству это не нравится и государство старается с этим бороться потому что криптовалютами пользуются для каких то незаконных операций а мы в ванкойне хотим это устранить то есть идея идея безусловно совершенно понятная и здравая то есть как бы взять преимущество криптовалюты и убрать их недостатки но естественно я регулярно захожу на сайт coinmarketcap где мы видим курсы всех криптовалют и ванкойна на тот момент там не было и когда мне тоже кто-то начинал предлагать ванкойн я говорил ребята а какова реальная стоимость вашего ванкойна они мне называли тот курс который у них нарисован в кабинете естественно я всегда говорил ребята нарисовать в кабинете я вам могу все что угодно я могу сейчас придумать свою крипту там назвать ее не знаю андракоин и сказать что она там 1000 долларов за штуку стоит да то есть реальный курс какой-то крипты устанавливает рынок и вот я всегда говорил ребята когда ваш ванкойн он появится на бирже и обычно они говорили ну вот ружа игнатова она очень умный человек она у нее все продумано когда ну скоро скоро то есть и вот прошел пятнадцатый год прошел шестнадцатый год это скоро потом заговорили уже про октябрь восемнадцатого года ну вот и поэтому вопрос остается открытым то есть как бы чтобы ты понимал то есть почему я скептически отношусь потому что если бы ванкойн появился уже на внешних биржах мы бы знали его реальную рыночную стоимость пока есть только та стоимость которую заявляет сама компания вот поясни что ты думаешь по данному смотри собственно говоря я отношусь к этому как да да было время когда допустим все шумели все говорили об этом по поводу того что для того чтобы проверить как бы настоящая ли монета зайдите посмотрите ее на coinmarketcap мы можем зайти посмотреть на coinmarketcap и увидеть там множество валют ну ну как сказать сказать что coinmarketcap наличие на coinmarketcap является способом какой-то защиты допустим инвестора там да от потерь денег ну так же нельзя совершенно сказать там 90 процентов это откровенные шиткоины ну может меньше чем 90 там да то есть по сути что такое как бы наличие на coinmarketcap это то что это говорит о том что есть просто открытый децентрализованный блокчейн создать криптовалюту на самом деле не сложно я интересуюсь этой темой есть киеве курсы они стоят я не помню там ну может там в эквиваленте долларов 300-400 и как бы их автор как бы гарантирует то что ну там в конце обучения ты создашь свой собственный токен свою собственную криптовалюту и вот она будет то есть создать саму по себе криптовалюту стоит недорого и это может каждый может для того чтобы появилась она на coinmarketcap за это заплатить нужно но вот эти все криптовалюты которые допустим ну их львиная доля они созданы просто для спекуляций и не более они никогда не станут средством платежа если уж биткоину это сложно там и дэш и лайткоину да то то как бы что говорить о других каких-то криптовалютах то есть это веду все к тому что наличие монеты на coinmarketcap оно говорит лишь о том что существует на самом деле существует децентрализованный блокчейн это можно сделать за 500 баксов купить одну видеокарту или один асик или вообще майнить эту там монету на своем процессоре и она уже является полноценным тем как бы тем продуктом который можно как бы разместить на coinmarketcap то есть он подходит по всем своим критериям для этого поэтому еще раз повторюсь что наличие криптовалюты на coinmarketcap для меня лично в моем понимании абсолютно ни о чем не не говорит это один момент потом второй момент вот чтобы было с ванкойн если бы его разместили на coinmarketcap как бы открыли как оно там называется код да код открыли каждый человек смог бы майнить эту монету каждый смог бы ее купить продать в неограниченном количестве по моему мнению это случилось бы ну в принципе то же самое что со всеми другими криптовалютами и мы бы спекулировали их цена никогда не была бы стабильной потом по поводу допустим того что звучало что государством не нравится что вот появляются криптовалюты и так далее я думаю ввиду нынешней ситуации ну и я не знаю как именно что касается государства но скажем сильным мира сего да тем которые правят миром я думаю что это пофиг им пофиг эти криптовалюты потому что мы сейчас видим что происходит с биткоином у них насколько много денег что они его могут легко захватить и на данный момент то что происходит лично мое понимание самое первое ведь суть трейдинга она заключается в том чтобы скупить дешевле взвинтить цену распродать дороже да и то что на сегодняшний день происходит это скупка да то есть сначала цену взвинтили потом она полетела вниз сейчас она вообще прорвала дно и а ведь для того чтобы так провалить цену вниз как она сейчас улетела для этого нужны ну колоссальные деньги потому что для этого нужно прорвать ну вот эти стоп лоссы да когда допустим люди выставляют на бирже ордер как бы отложенный ордер это я сейчас как бы хочу озвучить для тех кто не понимает о чем я говорю да что такое стоп лосс это когда люди выставляют на бирже ордер который появляется как ордер в стакане при достижении определенной цены к примеру человек имеет один bitcoin который он купил за 7000 долларов он видит цена падает и падает он думает блин вот если он как бы упадет ниже то я его продам ниже пяти да ну шесть я еще терплю шесть с половиной да но если он покатится там ниже пяти он многие блогеры говорят там поддержит нет всего того если он будет 90 долларов я потеряю все свои 7000 так лучше я потеряю 2 нежели все 7 и человек ставит отложенный ордер что если цена там допустим становится ниже 5000 долларов я размещаю свой ордер на продажу по цене там например 4900 да и когда цена доходит до 4900 появляется его ордер и его нужно купить и насколько я смотрел насколько я понимаю вот этих ордеров которые стояли ниже 5000 долларов их было очень много то есть кто-то скупил биткоин таким образом то есть он свой биткоин продавал тот который продавали покупал поэтому то что криптовалюты могут быть угрозой для государств там и так далее ну может в какой-то маленькой степени в том понимании в котором преподносилось это может в какой-то маленькой степени но я не считаю это угрозой нет я не говорю угроза а еще раз ты вспомни первые интервью с ружей игнатовой она говорит почему многие правительства именно не торопятся принимать криптовалюты как расчетное средство потому что им не нравится анонимность речь не об угрозе а о том что криптовалюта часто используется в нелеган нелегальных транзакциях и что собственно ванкойн как оружие игнатова озвучила то есть цель ванкойна устранить этот недостаток через процедуру верификации что все пользователи будут верифицированы и четко будет понятно кто кому сколько там перевел но смотри чтобы нам не углубляться в дебри в дебри там других криптовалют я думаю все-таки слушателям более интересно по ванкойну конкретно вот вот смотри разговор шел про 8 октября я видел еще в 2017 году ролик когда объявили вот эту дату 8 октября восемнадцатого года и сейчас мы знаем есть вот этот сайт на котором расписано road map и вдруг для меня в частности так интересно объявлено о появлении некого токена о и все стоимостью там два цента и шесть центов вот поясни про этот токен что это вообще такое и как он связан смотри андрей в моем понимании собственно что такое токен да цена на ванкойн ну допустим ну как ты выше сказал нарисована надо то есть вот много много есть как бы ролика в интернете которые говорят вот растет спрос поэтому растет и цена но цена продолжает расти и сейчас а количество пользователей в онлайф не добавляется да то есть ну скажем так да ну ведь я же не говорю что это проект проект ангельские там все как бы идеально и все круто то есть в этом плане это ну как бы да то есть цена она получается как я это опять же понимаю она устанавливается самой компанией да для чего этот токен этот токен по моему мнению ну то есть это чисто догадки да догадки кстати не мое это другой человек озвучил у меня есть тоже свое понимание как ванкойн будет работать в будущем то есть возможно этот токен он допустим будет как промежуточное скажем промежуточный инструмент между ванкойном самим и вот биржей да и фиатными деньгами то есть возможно это будет так что допустим для того чтобы человеку купить ванкойн он должен купить токены потом эти токены он может обменять по курсу на ванкойн по курсу который как бы установлен на тот день и наоборот хотя нет наоборот там другая немножко история то есть хочешь купить ванкойн и пожалуйста купи токен токены эти они возможно будут на бирже возможно они будут спекулироваться они там будут дорожать дешеветь все что угодно они таким образом защищают цену самого ванкойна и служат связующим между фиатными деньгами биржей и самим ванкойнам ну это такое мое понимание для чего этот токен как бы у компании официального как бы официальной официальной информации на эту тему нет то есть ну вот вот как был так вот да может может у кого то она есть может для каких-то определенных кругов это озвучивается но официальной информации которая там во всеуслышание такого нет и такого у компании много когда она допустим что то делает и мы даже сами не понимаем что это делается зачем она делается есть только определенные догадки и вера понимание ну как бы самой сути замысла и вера то что этот замысел то что его суть как бы она очень здравая и очень перспективная слушай но согласись компания официально вроде как продает образовательные пакеты не дешевые там люди покупали по пять тысяч евро пакеты и больше да то есть люди отдали серьезные деньги за образование за обучение а тут получается компания элементарно не может объяснить для чего она запустила этот токен и как он связан с ванкой ну понимаешь возможно это коммерческая тайна возможно ну просто есть много фирм плагиатчиков которые вот я уже встречал не одну там особенно раньше которые по сути что-то замутили такое которое примерно ванкойн напоминает и просто передирают концепцию ванкойна ну как бы одну фирму ну как бы один проект я точно такой помню то есть но там полностью все передрано с ванкойн было возможно это просто коммерческая тайна возможно еще знаешь как вот ждут что будет в мире как люди воспринимать будут и самое ну одно из самого важного как к этому все таки как это приведут законное русло государства чтобы потом скажем правильным образом сманеврировать и все это привести в соответствие с законодательством международным и локальным а вот смотри и ты упомянул такую фразу прозвучало что люди сейчас если кто-то хочет купить ванкойн они должны купить токены вот эти только потом они смогут купить ванкойн так я понимаю насколько я помню я просматривал этот сайт как касаемо ванкойн айсио там продаются пакеты токенов которые в будущем будут конвертированы в ванкойн то есть сколько я понимаю автоматически если там уже цифра сколько точно ванкойнов человек получит либо ее нет и она будет определена потом я вот этого не помню так как у меня есть ванкойн и мне нет необходимости вникать как бы детально поверхностно так а вот смотри человек допустим вот какой-то человек заинтересовался ванкойном и хочет приобрести себе пакет вот без офси как это раньше было приобрести пакет ванкойн он может или уже нет такой вот этот образовательный конечно это называется сейчас сеть в онлайн сетевой маркетинг и человек может зайти в эту как бы сеть по приглашению то есть я понимаю но но это возможно да да так хорошо а и но ванкойн он при этом тоже получает ну да он же там получается там когда приобретается пакет там есть определенное количество токенов эти токены сплетуются но короче происходят там определенные процедуры на это уходит определенный период времени человек получает ванкойны то есть он их получают хоть через сайт сетевого маркетинга он тоже получает ванкойны ну замечательно просто хотелось бы наверное допустим человеку который решил заходить в компанию да чтобы он понимал а как выгоднее например выгоднее через образовательные пакеты или через вот этот айсио но смотри тут интересное получается политика вырисовывается вот я уже тебе говорю то есть я про ванкойн в курсе с пятнадцатого года и знаю людей которые еще в пятнадцатом году заходили и сам знаешь по комментариям на моем канале многие люди хотели бы ванкойны как-то обналичить то есть вывести фиат а сейчас получается вот наступило восьмое октября значит началась айсио так называемое но если бы например появились вот эти монеты о и все и с помощью этих монет можно было допустим как-то ванкойны сконвертировать там чтобы использовать для каких-то текущих расходов это было бы понятно а тут получается наступило восьмое октября восемнадцатого года появили появился новый токен о и все и его цель чтобы ты больше купил ванкойнов то есть получается люди которые еще спит на уже с пятнадцатого года ждут чтобы хотя бы часть там своих ванкойнов продать они не могут этого сделать и их призывают что нет ребята продавать не надо вы купите еще больше с помощью токена о и все вот так получается ну призывать никто не призывает хочешь купи хочешь нет то есть я знаю людей которые докупались неоднократно вот через ту же самую сеть ван лайф они брали пакет за пакетом когда уже нельзя было обналичить их то есть люди сознательно знали что они вкладывают деньги в непонятно какой период осознавали риски там да что у компании что-то может не получиться поэтому призывать никто особо не призывают то есть хочешь покупай хочешь нет ну понятно рекламирует там кто-то призывает да но именно ну как сказать по желанию да нет нет это понятно что никто никого не заставляет но согласись получается какая-то односторонняя политика у кого у компании что все сводится к тому что ты должен покупать больше ванкойна кстати вот смотри ведь был по моему период когда была биржа и люди могли так сказать и ванкойны конвертировать фиатные деньги был уже какой-то момент по моему да да было дело это было в тот момент в начале в самом это было тогда когда спрос скажем существенно превышал ну скажем то есть поступление новых участников было намного больше нежели имеющиеся старые участники и в то время там по процедуре тоже дается ну там короче говоря по реф программе да часть дается бонусов фиатными деньгами а часть ванкойнами и вот эти ванкойны которые имеются их там можно было да действительно продавать на внутренней бирже ну да было это дело но пришел тот момент когда в принципе набита была критическая масса и ну просто не было сколько поступления денег уже и на сегодняшний день этого уже нет почему это биржа была закрыта потому что ну для того чтобы там продать монету по фиксированному курсу она что выставлялась как просто курс ставишь фиксированный ждешь там пока до тебя дойдет очередь да то есть это нельзя назвать такой традиционной биржей это была просто площадка такая там где вот так вот люди выставляли ордера и в порядке очереди там когда кто-то покупает там было выгодно купить там свои фишки были я не помню уже этого в деталях ну да было дело что можно было там какую-то часть как бы обналичить были люди которые свое время на этом сорвали куш но это был какой-то период времени и в принципе это понятно и логично что не будет же постоянно поток вновь прибывших превышать допустим поток тех кто то есть то количество людей которые уже есть в системе но видишь ты такие термины используешь количество людей там снизилась в результате там вынуждены были приостановить ну так это то как работает любая пирамида ты вот упомянул helix ну мы же понимаем helix почему закрылся по той же самой причине то есть тебе не кажется что здесь похожая ситуация ну как тебе сказать пирамида ну понимаешь пирамида она допустим за счет чего там это деньги были не компании это были деньги людей которые в этой системе ну я что хочу сказать смотри допустим пирамида да она когда-то об этом думал уже далек очень давно от этого подзабыл пирамида ее суть заключается в чем это когда люди приносят деньги да и из поступлений новых им выплачиваются эти деньги да здесь же ситуация была в том что как же там оно было я уже реально забыл об этом ну ладно смотри то есть если я правильно понимаю вот те люди которые да да значит те люди которые у которых есть ванкойны но которые бы их сконвертировать хотели бы сконвертировать фиат я так понимаю через ой все они пока сделать не могут то есть это нужно ждать 9 октября девятнадцатого года судя по по роудмэп да или как я не дочитывался в роудмэп ну лично я допустим и так вот сказал бы что у меня лично нет каких-то сроков у меня нет какого-то видения когда я свои ванкойны могу сконвертировать в фиатные деньги знаешь почему потому что потому что компания понимаешь она не даст скажем она не дает людям просто так выскочить из этой темы то есть она вот имеет вот это как бы сообщество и она его держит то есть запрещено продавать допустим ванкойны ниже их себестоимости то есть нельзя вот у тебя есть пакет ванкойн за тысячу евро да ты купил его когда-то за тысячу евро а сейчас его там стоимость там 25 тысяч евро я не могу дать тебе там тысячу евро либо пять тысяч евро и забрать твой пакет официально на черном рынке такое как бы практикуется но официально этого нельзя сделать и я думаю что компания будет держать как бы вот эту ситуацию которая есть держать как бы людей и не не создавать условия то есть манны как бы не будет с неба не капнет то есть это будет только в том случае когда уже проект будет иметь ну ну такой как бы полноценный вид когда он уже будет внедрен скажем в жизнь в том видении в котором оно есть у компании на сегодняшний день опять же не общество не готово хотя уже подготовились поигрались с криптовалютами обозглись убедились что средством платежа но никогда не будет поняли что coin market cap ни о чем не говорит потому что просто напросто манипулирует этими монетами как хотят то есть оказывается что уже децентрализу то есть централизованный блокчейн вроде это не так уже плохо вот с одной стороны общество и с другой стороны государства законодательства когда уже все таки пройдет там два три года может может меньше там уже мир все таки сформирует вот это то понятие что такое криптовалюта и внедрить его скажем в законодательное поле и в жизнь святослав понимаешь какая штука вот ты про себя рассказал что ты из традиционного бизнеса и ты как традиционный бизнесмен же прекрасно ну понимаешь что в традиционном бизнесе предприниматель он когда решает чем ему заняться он оценивает скажем сроки сроки оборота средств то есть например что я вот сегодня вкладываю такую-то сумму через какой срок я могу что-то обратно рассчитывать получается вот ты говоришь компании еще развивается и так далее вообще то три года уже прошло 15 16 ой какие три получает 15 16 17 18 закон 4 года уже прошло получается люди которые купили допустим ванкойны в пятнадцатом году до сих пор не могут получить ну скажем в какой ком-то виде их обратно единственное конечно я предвижу то можно сказать но они могут пойти на дел шейкеры купить какой-то товар себе а если там нет нужного им товара понимаешь ну согласись странно звучит даже с точки зрения предпринимателя любой предприниматель хочет вложить чтобы потом получить какую-то прибыль а у него четыре года уже нет нормальной возможности и плюс ты сам же говоришь компания нам не объясняет до конца ну это нормально ты считаешь знаешь я тебе скажу как бы прямо да то есть в какой-то степени это и у меня вызывает возмущение но тем не менее как бы моя вера и мое понимание того что это правильный хороший проект но она все равно выше этого возмущения хотя да иногда бывают возмущения что мол ну вот как бы нас держит в неведении там и так далее но я же говорю наверное причина это в коммерческой тайне причины в том что до конца ни общество ни государство не готовы скажем ну то есть компания не готова внедрить это дело ввиду того что не готовы ни общество ни государство так вот ты наверное в курсе что многие топ лидеры ванкойн они уже пошли по другим проектам и как раз может быть причина в том как вот и если смотрел интервью с игорем альбертсом да что ему тоже не понравилось отсутствие вот этой прозрачности он не получил ответы на свои вопросы заметь он лидер там топ лидер можно сказать у которого чек был больше миллиона долларов в месяц и даже он лично будучи знаком с игнатовой он даже не смог ответы на свои вопросы получить и у лидеров возникло разочарование то есть что что то здесь не то происходит ну смотри он имеет на это право это во первых это его личное дело во вторых ну в ванкойн уже те деньги которые зарабатывались не зарабатываются сеть уже она как бы наполнена то есть большого можно это отследить на ванлайф большого притока такого пользователей уже нет а человек хочет зарабатывать деньги вот он и пошел другой проект зарабатывать деньги но это его личное дело пусть зарабатывает ну это понятно лидеры из одной компании уходят другую просто еще раз если бы в компании все было хорошо и замечательно не было бы смысла никакого уходить то есть у него по моему доход там судя по business for home.org там миллион триста тысяч долларов в месяц был то есть если ты неплохо зарабатываешь зачем тебе куда то еще уходить тем более что если компания развивается по плану если вот запустили айсио и так далее ну ладно хорошо про дел шейки расскажи то есть вот получается компания объявила что ребята нет вы у нас такая стратегия что вы не можете допустим чтобы не было резких скачков валюты вы не можете менять ванкойны на фиатные деньги но вот у нас есть площадка дил шейкер на которой вы можете за ванкойны что-то приобретать вот ты что-то на этой площадке покупал себя до покупал покупал эта площадка смотри эта площадка она в моем понимании она рассчитана на людей которые верят ванкойн которые хотят себе получить ванкойн продав какой-то товар часто там его можно продать по завышенной цене и скажем просто энтузиасты у которых есть ванкойны но они как бы работают за ванкойны ввиду того что они себе это могут позволить то есть они по сути своими средствами там да либо когда там много с ресторанного бизнеса господи отельного ну и ресторанного тоже бизнеса есть предложение когда допустим у них спад сезонный они продают допустим свои услуги за ванкойны то есть таким образом они приобретают ванкойн в надежде на то что придет время они его как бы обналичат то есть это для мерчантов тоже определенный риск потому что и далеко не каждый может быть мерчантом там да потому что ну эти ванкойны де-факто нужно купить как бы то есть только через то что ты меняешь свои товары на ванкойны показывает опыт тут я наблюдаю за этой площадкой есть верящие люди в эту тему и люди в принципе это поддерживают я не скажу что там можно развернуться не скажу что там с легкостью можно купить то что тебе нужно часто там можно даже сложно даже купить то что тебе не нужно для того чтобы потом это просто продать за деньги таким образом свой ванкойн обналичить но тем не менее эта площадка она показывает то что сообщество есть сообщество работает сообщество даже при том что эти деньги нельзя обналичить сообщество за них покупает и сообщество за них продает ну то есть вот такие как бы верящие в эту идею но ты так забавно говоришь верящие то есть ты говоришь третьем лице как будто ты себя к их числу не не относишь а я себя тоже отношу к их числу смотри там на дил шейкере есть магазин известный кралиф карс по-моему называется который продает автомобили за ванкойны знаешь да про такой ну да ты уже второй магазин который продает автомобили за ванкойны до этого был ван миллион шоп в польше тоже продали за ванкойны выдали людям машины ну богатые люди да машину же они меня смотри меня удивляет вот что ну давай давай предположим то есть там достаточно большой ассортимент был машин кстати я недавно заходил по моему там по крайней мере в крале в карс многие машины поубирал из ассортимента мне не очень понятно то есть вот он продает автомобили за ванкойны он эти ванкойны получил а поставщики то у него кто я же не думаю что завод какой нибудь производитель автомобилей готов принимать ванкойны в оплату то есть ему нужны фиатные деньги там евро или доллары за эти автомобили то есть вот этот товарищ получается что складирует ванкойны там себе бесконечно ну ему же это надо миллиардером быть чтобы было чтобы было на что покупать автомобили ну я могу по этому поводу опять же только думать как бы как бы информации нет я понимаю за что он их финансирует если у него допустим связи с производителями возможно производители вот либо дистрибьютор там взял ванкойны и не хочет чтобы об этом знали да говорили этого все услышание ведь в ванкойне очень много как бы людей которые я лично таких знаю которые состоят в этой теме конфиденциально они никому не рассказывают они никого не привлекают они в это вложили большие деньги тех которые я знаю где это десятки тысяч долларов да и они никому не говорят даже и просят как бы ну ты обо мне не рассказывать кому я посчитаю нужным я сам скажу возможно есть такие допустим там допустим люди либо организации которые допустим и приняли ванкойны возможно он из других средств это берет пусть он сначала эти машины выдаст людям потом можно будет сказать да что этот проект как бы был пока только люди купили купоны там не они передали еще даже ванкойны ему вот когда они ему передадут ванкойны он выдаст автомобили мы увидим что это состоялось да но совершенно объективно но уже прецедент такой есть то есть польши в свое время компания ван миллион шок сайты и сейчас есть они сейчас продают там за криптовалюты традиционные децентрализованы биткоин эфириум недавно заходил они за биткоин не продают потому что у него нисходящий тренд компания такая уже была которая реально продала за криптовалюту автомобили за ванкойны понимаешь если смотреть количество вот автомобилей которые там списке продаются за ванкойны у меня ну сразу мысль возникла когда этот список смотрел что ведь ванкойновцев ну по моему около трех миллионов человек да и на руках у людей огромное количество ванкойнов то есть по идее автомобили должны продаться достаточно быстро и на ю тубе должно быть много роликов где счастливые довольные инвесторы купили за ванкойны автомобили но что-то я не вижу там изобилия роликов ну есть ролик я лично чисто случайно мне порекомендовал youtube я видел такой ролик по моему сулема сулема фамилия там два брата они купили себе ford mondero за вот за вот за ванкойн то есть есть такое нет мне тоже какой-то ролик попадался но судя по именно по списку автомобилей кралев кралев карс то есть таких роликов должны быть ну десятки наверное вот и интересную фразу сказал что типа они они даже ванкойны не перечислили они что сделали вот эти покупатели ну смотри они пока просто купили дел шейкер работает как там покупается купон так и когда то есть эти ванкойна на счету покупателя замораживаются и когда происходит сделка то есть передача товара то человек в виде денег передает вот этот купон в нем есть вот и продавец вводит этот код в своем бэк офисе и эти ванкойны появляются у него на счету так то есть вот так на сегодняшний день пока только проданы эти купоны вот я буду что можно будет сказать что сделка состоялась вот когда людям дадут машину покупатели передадут эти купоны так так замечательно а в чем проблема то я не понимаю то есть полно салонов куда ты с фиатными деньгами приехал и купил и все быстро тебе сделал здесь в чем проблема у человека есть ванкойны он готов купить автомобиль у продавца есть автомобиль в чем в чем затык ну так а там же у него есть срок он там по моему там на разные машины там было 3 до 5 месяцев срок поставки автомобиля то есть автомобили не в наличии они типа как под заказ то есть ты покупаешь купон ждешь там как бы оговоренное время там 3-5 месяцев и затем получаешь автомобиль но знаешь я бы понял если бы компания появилась там полгода назад а когда компании уже четыре года на рынке и какие-то вот а ты знаешь еще времени нам не хватило а вот мы еще вот месяц за месяцем год за годом проходит а что-то вот движение как такового нет но андрей это 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 твое личное мнение ты имеешь на него право не все люди верят в анкуин да да логично так хорошо 9 октября 19 года что инвесторам ждать то есть вот согласно road map там это монета токену и все там согласно ему что то выпустится или ничего особо не изменится так а я ж не банка откуда я знаю там есть дорожная карта ее можно почитать я там прочту то же самое что и прочтешь ты я читал но давно уже даже не помню что там вот но но опять же нет 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 извини я я за ванкойном наблюдаю со стороны а ты варишься внутри вы там презентации проводите вы общаетесь между собой вебинары какие-то информационные то есть ты должен на порядок знать больше чем я например посторонний человек у вас же целое сообщество есть в конце концов ну так я ж тебе говорю андрей дело в том что я могу прочитать будем отвлекаться я буду заходить на сайт и читать что там написано и передавать это тебе голосом здесь да ну как бы собственно говоря я ж не 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 несу за это какую-то персональную ответственность я допустим скажет ну как сказать нет святослав секундочку ты вышел на связь объяснить что происходит в компании вот я тебе задаю конкретные вопросы ты говоришь ну вот а я и у меня нет информации по данному вопросу знаешь знаешь андрей я я даже я даже не то чтобы объяснить что происходит в компании я тебе я тебе объяснить дайсти как бы суть проекта и в чем-то поделиться своим личным видением когда будет когда можно будет я так понимаю тебя интересует один вопрос да ну наверное он чуть ли не первый когда можно будет обналичить где там допустим монкоины фиатные деньги лично у меня как бы скажем ответа на вопрос этот нет в виду глобальности проекта я считаю что если ты зашел разумными для себя деньгами и готов как бы нести риски и в первую очередь это скажем время да потяну скажем потери времени то есть ждать то проект очень глобальный проект очень крутой проект реально изменит мир и ванкойн он уже на сегодняшний день сделал то что многие только думают сделать только хотят сделать ударство в том числе то есть ванкойн уже создал как бы международное сообщество ванкойн уже создал монету ванкойн уже создал торговую площадку ванкойна все готово дело осталось за готовностью общества и даже больше не за готовность общества даже больше за государствами естественно могут возникать какие-то сложности могут возникать какие-то протормозки потому что старый мир он уходить не хочет и старый мир не хочет уступать место то есть люди которые как бы владеют вот этими финансами скажем ну скажем традиционной финансовой системой естественно они они не спешат что-то отдавать и уступать поэтому я не думаю что этот путь будет как бы простой этот путь будет тернистый но допустим ввиду того как сказал махатма ганди а деятельность ванкойн она чем-то перекликается с тем чем занимался махатма ганди ввиду того что это все таки какое-то изменение мира какая-то скажем такая финансовая революция то есть сначала тебя не замечают затем над тобой смеются затем с тобой борются затем ты побеждаешь в ванкойне было время что нас не замечали было время что то есть когда там полиция нападала немецкая уголовные дела возбуждали там и все такое ванкойн отбился уже на сегодняшний день претензий нет силовики как бы отцепились от ванкойн ну я верю что дело уже за победой следующая на очереди победа понимаешь какая штука вот я тебя слушаю ты говоришь общество не готово финансовые круги они вот не любят конкуренции так далее давай себе немножко проскочим вперед лет там на пять предположим сейчас 2025 год и возможности обменять ванкойн на фиат так и нет я тебя спрашиваю святослав ну когда же ты мне говоришь а ты знаешь это глобальный проект тут не так все просто ружья игнатова она очень тщательно все продумала это тебе не хайпики какие-нибудь которые там на три месяца заскочили и закрылись нет это глобальный проект я готов еще десять лет ждать чтобы вот все все по уму было сделано мы же делаем финансовую революцию вот тебе не кажется что получается вот этими красивыми словами просто тянется резина люди уже четыре года ждут а ты говоришь понимаешь понимаешь андрей смотри тут дело в том что у нас немножко спеллились так сказать кони люди смотри то есть люди ждут возможно многие люди не понимали куда они заходят возможно люди заходили в то время когда работала внутренняя биржа и там что-то можно было продать ну то есть то что людям хочется денег ну это это как бы нормально да но есть люди которые и готовы ждать и таких людей очень много и люди ждут и люди верят допустим что это это допустим обман или это скажем поведение как бы нормальное объективное но это время покажет опять же мы ж не ванга да кто-то кто-то вкурил суть этого проекта кто-то понял в том что это сообщество это бизнес который строится совершенно по-новому это бизнес который переплел в себе скажем ну по меньшей мере два элемента это финансовый элемент и это элемент сообщества а я думаю ты прекрасно понимаешь что ты как раз человек тот который понимаешь насколько важно сообщество насколько важно ну по-английски да комьюнити и мир мир меняется на сегодняшний день и если допустим раньше да было же время люди зарабатывали там много на том что развлекали людей было время там технической революции когда массовое производство мы приносили бешеные деньги но на сегодняшний день уже скажем мир не тот и многих людей интересует где деньги а вот как раз деньги они такие в в сообществах то есть тот кто владеет сообществом тот кто является частью сообщества тот находится ну я считаю в правильном месте то есть есть смотри есть такая я уже детально не помню это было давно где-то года то наверное лет пять назад я учился в одном проекте это был серьезный проект у нас была сильнейшая тренер и она у нас был такой слайд там допустим где деньги были раньше где деньги есть сейчас и где деньги будут в будущем и там вот для того чтобы он был разделен на такие девять ячеек да раньше ну то есть по столбцам раньше сейчас в будущем и допустим бедность там средний средний уровень достатка и богатство и вот с течением времени вот эти парадигмы там они смещаются там допустим сельское хозяйство раньше было в одной ячейке сейчас другой массовое производство раньше было в одной ячейке сейчас другой тот на сегодняшний день и наверное на будущее деньги они будут там где связи сети доверие то есть тоже ну они самые сообщества этот элемент присутствует в англоин и они по сути делают уникальную вещь они как бы понимаешь создан бренд создан бренд который уже на сегодняшний день силен по сути ну вот взять тот же биткоин вот если бы люди в него не верили если бы он не был насколько мощным брендом не было бы и биткоина правильно но это цифры на экране монитора люди за них платят тысячи долларов за эти цифры но то же самое и ванкойн сделал то есть он сделал этот ванкойн в который люди верят и за которым скажем есть большая надежда что будущее ну какая-то часть будущего как говорится поживем увидим согласен понимаешь насчет конвертации ванкойна фиат вот смотри есть может быть ты видел какие-то ролики я не знаю ты больше в эту тему погружен чтобы человек купил реально какой-то товар надел шейкере за ванкойны выгодно а потом перепродал за фиат и записал какое-нибудь видео и сказал вот ребята смотрите как я сконвертировал ванкойн и фиат через дел шейкер купил какой-то товар за ванкойна потом перепродал вот кто-то делал так ну многие люди покупали товары я в том числе я покупал за ванкойн дорогие покупки очень одну дорогую покупку я не буду сейчас не драться в детали да потому что это даже там в онлайф оно как-то типа запрещено нельзя показывать сколько у тебя ванкойна на счету и все такое я мелочуху покупал то есть я покупал путешествие себе за ванкойны и я покупал себе там средства короче как это ну не только с металлогия не то медицина есть такой аппарат detox есть такие коврики вот на которые включаешь розетку они греют лежать можно на них там то есть это как бы реальные товарные ценности это не 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 услуги там до которые человек продал потратил он там часть своего времени но у него сейчас там не сезон у него есть это время за ванкойны думает пусть лежат там ну то есть люди покупали я видел как бы не однократно товары наделся эйдер которые были которые проданы и которые были переданы людям ну вот смотри я если я правильно понимаю вот допустим те товары которые ты купил за ванкойны в принципе ты можешь их продать и получить соответственно фиатные деньги это же твою и твоя собственность по идее в принципе тем людям которые хотят ванкойны сконвертировать фиат они могут так сделать ну компания же не запрещает это твой товар ты можешь его продать компания об этом может и не знать компанию не интересует что потом то есть понятно ну как как вариант потому что видишь ситуации в жизни разные если кому-то срочно понадобились деньги смотри а я вот не один раз видел уже объявление что продается недвижимость тоже за ванкойны вот опять же то есть есть какие-нибудь ролики где люди будут показывали что они приобрели там дом квартиру коттедж какой-нибудь попадались тебя нет так что-то было такое было про автомобили было про недвижимость что-то было что-то такое было но не каждый же человек захочет об этом свистеть понимаешь андрей но если допустим купил дом за ванкойны до помещения и ну чё я буду орать всем показывать рассказывать ну зачем оно мне нужно это же я не не там не мороженка купил понимаешь но тут как-то но так 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 дорогой показать что работает дел шейкер вот для чего а то получается я вижу полно объявлений с продажи автомобилей объявления продажи недвижимости а роликов вот с автомобилями там один я только видел что человек там что-то купил то есть получается ну выглядит как то это все что это объявление есть а реальных покупателей нет может быть но смотри компания об этом рассказывать не обязывает более того компания это даже запрещает это личное дело человека снять об этом ролике показать его на youtube всем либо этого не делать причину что здесь но я живу как бы опять повторюсь это личное дело человека показывать этого все увидения либо не пока одни показывают объясню объясню смотри святослав мы с тобой ну вот one coin one life это сетевая компания понимаешь есть лидеры с большими структурами там 100 тысяч человек и больше что лидер структуры не хочет свою структуру вдохновить и показать ребята вот вы не верите в one coin а я за one coin и вот пошел и купил себе коттедж вот смотрите какой классный коттедж что разве лидер не заинтересован смотивировать свою команду лидер может попробовать смотивировать но показывать ли покупателю это его опять же это его личное дело ну что лидер ну как лидер не может заставить до лидер не может прийти ко мне сказать святослав так и так вот это купил что-то там себе машину купил до за one coin и ну-ка давай снимем об этом ролик я скажу ну ты знаешь я как ну я не хочу не 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 я нет понятно что это каждого еще раз лидер сам извини возьми того же игоря альберта у которого был доход там миллион триста тысяч в месяц да он сам пошел и купил себе там дом или несколько домов понимаешь не надо никого убеждать лидер же заинтересован чтобы него команда не разбегалась чтобы людей вдохновить смотивировать пошел купил себе дом и снял видео профессий профессионально оператора пригласил что-то вот я не вижу а то вот и получается что все какое-то виртуальное объявление там есть а реальных покупок я не вижу ну ты говоришь вот но они не обязаны ну да ну понимаешь андрей дело в том что смотреть касаемо реальных покупок то есть здесь идет не о компании допустим в этом ну я лично в этом не вижу какого-то такого большого смысла показывать эти покупки это ну компания от этого по большому счету все равно она никого даже не обязывает в этом то есть ну что тебе даст например есть там ну есть ты я да ты решил свою машину мне продать за тысячу ванкойна да я взял у тебя купил машину ну как бы машину за тысячу ванкойна и что ты этим покажешь ты этим покажешь что да я андрей жариков я искренне верю в компанию ванкойн и не более понимаешь люди посмотрят и скажут да вот святослав верить ли это вопрос потому что он отдал свои ванкойна за машину они когда-то подорожают еще да а вот андрей жариков да он действительно искренне верит как бы в эту в эту как бы компанию ну и что это даст но ты покажешь что ты веришь и не будет понимаешь хоть что-то хоть что-то а когда извините ничего нет то получается объявлений объявление есть но желающих купить недвижимость ну то ли их нет то ли они просто ленятся видео записать ну ладно да это как но тем не менее ты можешь зайти на дил шейкер увидеть что там это продается понимаешь если человек купил купон то он заберет товар свой и передаст купон если не случится там какой-то форс-мажор или еще чего то есть товары там есть они продаются таким образом мы только видим что есть люди которые верят в компанию эту а компания от этого как бы извини пофи понимаешь компания на этом не пиарится смотри святослав вот самое смешное вот давай вернемся компании helix вот там у руля стоял дмитрий нагут если я правильно помню да вот я сам helix и не участвовал наблюдал со стороны вот представь когда в helix и начались проблемы нагута мог бы что сделать сказать ребята те денежки которые у нас в кабинетах мы сейчас запускаем свою криптовалюту криптовалюту собственным блокчейном все ваши накопления в кабинетах мы конвертируем в эту криптовалюту это процесс небыстрый мы меняем мир мы производим финансовую революцию вот на рынке криптовалют это все продлится там несколько лет и создается некая площадка для партнеров helix а вот с разными товарами точно так же можно квартиры машины дачи там объявления да пожалуйста ребята та внутрянка которую у вас есть вот эти вот ваши начисления в helix вот вы можете покупать и продавать а понятное дело что собственно внутрянка то это внутрянка да это циферки просто то есть и не люди хотят вывести и никто не хочет продавать реальные какие-то объекты типа квартиры машин за за фантики да то есть они хотят за реальные деньги и и можно было бы приводить абсолютно те же аргументы слушай это самое а почему никто нет ни одного ролика чтобы вот за внутрянку helix и квартиры продавались ну ты знаешь люди же не хотят светиться люди не тебе не кажется вот что можно было бы дмитрию нагути примерно такую же схему провернуть ну андрей знаешь как бы извини за пойми правильно за категоричность но когда мы разговариваем про ванкой но я не буду его сравнивать с helix helix это финансовая пирамида которую все понимали у helix а возможно просто кишка тонка как бы оказалось создать вообще эту криптовалюту потому что он ездил по ушам людям ну рассказывал там сказки легенды и так далее нужно ли это было на гути вообще и ну понимаешь если бы создал допустим какой-то там ну да какой-то там какой-то там на гуто криптовалюту какую-то но она не имела бы никакого веса понимаешь потому что у нее не было бы сообщества у нее не было бы критической массы ведь почему ванкойн насколько силен но если сравнивать с другими криптовалютами которые с централизованным блокчейном этих много уже появилось таких компаний у них не ческой массы понимаешь ванкойна вот эта критическая масса вот это количество которое там примерно равно 3 миллиона может меньше 3 миллиона людей реальные да ну как бы ну она есть и и это в принципе залог успеха любого такого большого глобального проекта любого проекта сетевого да вот эта критическая масса скажем опять же сравнивать там углубляться в то что нужно было бы сделать на гути я об этом ну я не буду потому что для меня это оскорбительно разговаривать про ланкуин и сравнивать его с хеликсом ну понятно так но мы вещаем уже час десять минут чтобы у нас видео не получилось слишком уж длинным а то люди людям будет скучно вот что подведем какой-то итог посмотрим что нам принесет 2019 год как нам будет ситуация развиваются я так понимаю какой-то информации там про ружу игнатову пока нет появится ли она и так далее а где появится но лагер уже игнатового работает за наверное в офисе это понимает а много работы сейчас понятно ну собственно касается итога допустим какой вывод сделал я из беседы и такой человек я что люблю прямо сказать и конкретно да по сути мы разговаривали как бы о двух вещах до первое первый момент это глобальность проекта и его суть да и второй момент это допустим обналичка скажем тех денег которые люди отнесли в банкой и деньги ну допустим мое личное понимание такое что если человек допустим хочет поучаствовать в этом проекте у него есть на это средства он готов ждать там ну скажем назовем это непредсказуемое количество времени да да то и допустим вложить эти деньги ждать и знать что они не не понадобятся то есть он сможет без них жить сколько сколько нужно они не понадобится им через год через месяц через три года то есть он знает что у них положил и может ждать сколько сколько придется таким людям стоит принимать участие в этом проекте если люди ищут проект который они вложат сегодня энное количество денег и там в обозримом будущем там с привязкой к каким-то да там там и т.д. и т.п. получат эти деньги там в десятикратном размере или там двукратном или там кто там как себе посчитает на какой проект заходить я считаю что таким людям в этот проект заходить не стоит потому что ну нет информации нет компании никакого-то четкого видения по этому поводу по крайней мере у меня ну вот так вот я считаю мы разграничили вот эти две две скажем понимаешь какая штука вот это то и странно мне с 15 года уже рассказывают какой гениальный стратег ружи игнатова что она там доктор каких-то наук что у нее там все расписано на годы вперед и понимаешь когда со мной вели беседы в пятнадцатом там шестнадцатом году по поводу ванкой на я ни разу ни от кого не слышал что ты вкладываешь деньги на неопределенное время понимаешь то есть я согласен с тобой что если например как вот там илон маск строит свой гиперлуп к примеру да он собирает привлекает средства инвесторов но никто точно не знает сроков когда он этот гиперлуп запустит когда он начнет работать это венчурные инвестиции по непонятное дело а здесь по понимаешь если бы например я в пятнадцатом году услышал четкий план ружи игнатова запускает ванкойн и предположим в 2019 году запускаемся то есть ждать четыре года отлично то есть есть четкий план мы ему следуем а здесь получается какой-то вроде бы да на словах ружи игнатова гениальный стратег у нее все рассчитано а вот из того что мы сегодня целый час проговорили полная неопределенность когда это будет чего это будет непонятно в плане когда до полная неопределенность на ситуация меняется из и стратегия компании менялась неоднократно в плане сроков да ну я живу я кому нахожу логическое объяснение в том плане что ситуация меняется под это меняется стратегия меняется общество меняется финансовый мир законодательство меняется в то время когда появился ванкойн о криптовалютах никто не знал людям скажи они на тебя глаза таращит сейчас уже каждый знает что такое биткойны что такое криптовалюта и сейчас уже пошли разговоры в государствах касаемо того что нужно принимать законы в каком это виде примерно будет и т.д. и т.п. в 2015 там такого не было вообще то есть мир изменился с тех пор естественно и компания меняет стратегию а касаемо того что говорили лидеры да что никто не сказал касаемо того когда ты эти деньги получишь но я же не знаю кто что говорил это их личное дело что они говорили зачем они это говорили из каких мотивов я тем людям которым я предлагал которые допустим послушали меня когда я сам зашел я более или менее адекватно понимал ситуацию и тогда и понимаю сейчас я людям говорил как есть и в принципе вот в разговоре в этом я тоже сказал все как есть я не приукрасил не приврал не умолчал я сказал правду как есть вот такая она не идеальная для кого-то для кого-то не идеальная для кого-то гениальная понятно окей ладно хорошо спасибо за уделенное время думаю что данная беседа будет полезна для тех кто хотел бы сказать скажем узнать больше про ванкойн с разных сторон то есть мы постарались как бы рассмотреть и за и против а уже время я думаю как всегда расставит все по своим местам вот те может быть те кто не поверили в ванкойн там в пятнадцатом или в шестнадцатом году будут кусать локти и говорить тех я дурак такую классную возможность упустил а может быть скажу то то я молодец что не вляпался в эту компанию так что время покажут но я считаю что даже тем которые не вошли в эту компанию не зашли и мне нужно ни о чем залить поскольку и даже своего личного опыта считаю что человек должен за тем делом который ему нравится который он любит а лезть куда попало за наживой она обычно заканчивается плачевно ну что он да тоже правильная позиция согласен смотри андрей там видео разговаривали мы и коснулись вопроса того что пирамида это или нет и там что ты высказывал мнение что есть определенные признаки да но собственно я хотел сказать как бы по поводу того что почему это не пирамида потому что как правило наверное главным признаком пирамиды это то что есть главным признаком пирамиды то что не продается реальный товар или услуга это может быть завуалирована делать видимость что это происходит почему нельзя ванкойн считать пирамидой потому что ванкойн продается услугой цифровой товар в качестве услуги это продается обучение в качестве товара это цифровой актив криптовалюта ванкойн то есть я считаю что этот аргумент достаточно для того чтобы снять вопрос того пирамида это или нет ты согласен но вот смотри ты уже не первый год вращаешься в индустрии инвестиций и с хеликсом знаком и так далее ты прекрасно понимаешь что есть такое понятие как легенда когда для прикрытия пирамидальности придумывается какое-то красивое прикрытие чтобы не выглядеть чистой пирамиды что вот у нас есть некий продукт кстати в хеликсе заметь у них реально существовали бизнесы да эти детские развлекательные там площадки были эти как они спа салоны реально существовали то есть извини сторонники хеликса тоже говорили какая мы пирамида у нас деньги в реальные бизнесы инвестируется разве нет ну снова же напомню то что я не считаю местным сравнивать с хеликсом да ванкойн ну как бы а где здесь легенда то есть продаются образовательные пакеты продаются там инфа написана разумно я сам их изучал там инфа действительно есть криптовалюта ванкойн продается ну де-факто да там через токены да продается у меня в бэк-офисе есть криптовалюта ванкойн я ее могу там на сегодняшний день не направо налево не обменять на деньги но я могу эту криптовалюту потратить на реальные товары на дел шейкер то есть ну где же это легенда но смотри чтоб ты правильно понимал я скажем я к пирамидам отношусь нормально в каком плане ну потому что мы понимаем что с понятие пирамид вообще очень условно да у нас и государство пирамида и мировая финансовая система это тоже гигантская пирамида когда-нибудь обвалится да то есть только я разделяю есть пирамиды которые платят а есть те которые не платят и вот как раз мы с тобой о чем сегодня целый час говорить что люди купившие пакеты в пятнадцатом году четыре года спустя не могут свои пакеты там свои ванкойны обналичить перевести фиат кроме как пойти на площадку дел шейкер и купить товар вот о чем речь ну это так и есть да так и есть не могут люди обналичить касаемо пирамиды касаемо того что многое в этой жизни пирамида да я согласен и финансовая система в том числе лично я отношусь к пирамидам ну не положительно знаешь почему потому что там присутствует как бы эффект такого приземленного обмана да когда один человек обманывает другого человека для того чтобы завладеть его деньгами я считаю что это аморально ну по крайней мере да там за исключением может тех случаев когда человек прямо говорит да что это хайп это пирамида то есть ты понимаешь чем ты рискуешь если тебе повезет и ты вовремя прыгнешь то ты как бы наживешься с этого ну либо же ты можешь там все либо часть потерять да в таком случае это становится своего рода там какой-то азартной игрой в принципе участвовать в этом или нет это личное дело каждого а именно именно когда это делается обманом как так уж сложилось что мы вспоминали в беседе этой хеликс когда человек реально обманывал людей да то есть это я считаю аморальным и снова же допустим если допустим человек ищет пирамиду то ванкойн наверное не для него да действительно на сегодняшний день есть такой вопрос что деньги обналичить сложно на сроки полагаться нельзя мы об этом проговорили сто раз и это не пирамида это не проект для тех кто хочет там хайпануть там урвать и так далее вот смотри опять же почему почему я скептически отношусь не только к ванкойна кстати я отношусь скептически именно криптовалютам которые продвигают сетевики потому что на моей памяти было уже несколько проектов единар ферст коин зильбер коин и фарга коин заметь у всех этих проектов была валюта причем даже выведены уже на coin market cap но курсы всех этих валют однажды обвалились и сейчас они там находятся ну на уровне плинтуса понимаешь люди из этих компаний так же как и ты могут вот сейчас скайпе с нами выйти на связь и говорить да мы не пирамида у нас реальный есть продукт реальная криптовалюта который даже на бирже есть только курс обвалился и извините люди там покупали допустим по 10 долларов за штуку а сейчас он стоит 1 цент и все то есть говоря языком хайпов произошел скам вроде бы как вроде бы как не пирамида есть реальный продукт реальная крипта а людям то что толка если они деньги потеряли ну так в том то и дело что о чем мы и говорили что преимущество ванкойн это в том что он не собирается выходить на внешнюю биржу он не собирается открывать код он не собирается давать майнить кому угодно он не собирается поддавать себя манипуляциям всем ну а касаемо этих всех проектов ну просто люди не понимали куда они идут не знали их там в чем-то как бы ну даже особо и не не надо было обманывать когда было такое время люди верили что да если есть на coinmarketcap значит все ты защищен твои деньги безопасности иллюзия такая у людей была на сегодняшний день все люди прекрасно понимают что это абсолютно ни о чем не говорит и единственный способ защитить криптовалюту от таких как бы разрываний ее это все таки централизованный блокчейн не открытый понятно ну что ж поживем увидим как Ружи Игнатовой удастся это сделать да да будем надеяться что удастся хорошо Святослав спасибо тебе за уделенное время и друзья если если у вас есть свое какое-то мнение пожалуйста пишите это в комментариях под данным видео да спасибо тебе Андрей да с вами на связи был Андрей Жариков и Святослав из Сум все пока 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 пока